Погода классная, уже градусов 26, наверное, да? Если не больше. Проверка воды. У-у-у! Как я говорил, водичка бодрящая уже. Так, знаете, разница с Турцией небольшая, в принципе. Ну, можно назвать, наверное, Турция на минималках, да? Вот с Израилем могу сравнить. Мне кажется, ну, в Израиле немножко почище. Здесь уже дикие условия. Спартанские. Плита. Десятого века. Камень десятого века с плитками. Малыши-плохиши, привет всем. Проснулся. Кузырка тоже проснулась. Уже свою сторону заправила. На улице погодка, походу, классная. Так что встаем и новые приключения, новые новости смотрим. У меня тут второй подбородок не образовался уже. Новые новости у нас. Гузель качки потеряла. Но, как говорится, что потерял, а что-то приобрел. Вот ожирение новое. Так что погодка хорошая у нас. Смотрите, пальмы. Такие, как по Майами едем, если бы здесь трасса была, дорога. Так что идем на завтрак. Ребят, смотрим. Мы хотели соки показать, свежевыжатые. Выжимают обычно. Сейчас что-то нет. Почти все съели уже. Мы проснулись поздно. Так-таки попозже покажу. Вот такая кухонька. Точнее, ресторан. Нашел чай. Ой, чай говорю. Все, нашел более-менее стол незагаженный. Короче, вот такой. Выбирать больно нечего. Красиво жить не запретишь. Но не в этот раз, как говорится. Не знаю, что они делали с помидорами, с этими. Походу, засунули в рот и выплюнули. С огурцами такая же ситуация, но страшнее. Колбаска более-менее лучше, чем в Турции. Там вообще она никакая. Здесь с колбасой пахнет. И кофеечек. Кофеек самое, то на утро. Все, так что кушаем. А, это Гузелька уж сама там взяла. Булочек всяких себе. Так что кушаем и идем на море. Чай попили. Идем. Потом обзорчик отеля вам в следующей серии будет. Покажем, где что тут у них. Как надо кушать в Тунисе. Вот так вот. Кушать надо. Знаете почему? Чтобы мух отгонять. Да, Гузелька? Ну-ка покажи, как. Вот так, да. Так что идем от моря. Море должно быть хорошее. Хотели с утра вообще проснуться. Гузелька меня будила. Сегодня она мне говорит. А, очки. Я думаю, что мы очки вдвоем забыли. Гузелька потеряла. Я просто не взял. Знаешь, что ходим без очков. Но зато с ожерельем. Таким. Так что еще кольяшку покажем. Вот эту вот. На днях покурим тоже. Сразу все не будем, ребят, торопиться. Погода классная. Уже градусов 26, наверное, да? Если не больше. Но разогреется. Чуть-чуть обгорел. Вроде против загара помазались. Гарниер. Да, он же? Гарниером этим. За 600 рублей. Но толку нету. Загораем, плаваем и возвращаемся к вам. Песок. Вообще рай, конечно. Солнце у нас пока ушло. Песочек хрустит. Гузельку пофотографировал я пока, как обычно. Начал заговариваться. Залезайте к ней в инстаграм. Подписывайтесь. Так, здесь раньше, короче, бар тоже был. Но пока здесь ремонт, походу. Я не знаю, что с ним произошло. Водоросли убирают постоянно. Смотрите, водичка какая. Вот такая, скажу вам. Бодрящая. Линия береговая широкая. Блин, вот такой песок, да, вот сделайте вы нормальную, да, уборку. Потому что такой хрустящий, нежный, да? Песочек вот эти засохшие уже водоросли. Пару тучек, они мешают постоянно. Раз. Вот тут вообще, да, норм? Вот, смотрите, вообще водорослей нету. Две минуты отошли. Так что вот так. Давайте дальше прогуляемся, просмотрим, что дальше будет. Конечно, море вообще шик, шикарное. Вы спросите, как по сравнению с Турцией? Ну, смотря как. Мы же, видите, в Бодруме не были. На Фатхии, на той стороне. Вот с Израилем могу сравнить. Мне кажется, ну, в Израиле немножко почище. Там крабики бегают, все такое природа. Смотрите. Фотосессия прошла легкая. Идем мы, идем все по набережной. Здесь опять водоросли. Вообще у каждой страны свое, да, считай? Свой прикол. Ну, уж лучше, мне кажется, чем камни, да? Здесь местная какая-то кафешка, забыгаловка. Так, знаете, разница с Турцией небольшая, в принципе. Ну, можно назвать, наверное, Турция на минималках, да? Это Турция, четырехзвездочные отели, вот так, трехзвездочные. Вот, наверное. Или они, сказать, не научились они обслуживать еще. Тоже будет неправильно. Им уже сколько шансов давали, да? Сколько лет они уже. Солнышко выходит, другое настроение, да, совсем? Нахтер. Начались тунисовские трущобы. Ну, это, грубо говоря, какой-то отель просто трущобный. Да, вот мы пошли вообще, в принципе, знаете, у нас планы такие, мы пошли найти дерево, короче, как вот, ну, бывает тема на Мальдивах, да, на Силшелах, там висят пальмы. Да, и фотографируешь над морем. Вот что-то должно наподобие тут быть, пошли искать. Если в этой стороне не будет, значит, потом в другую, да? Да. Тучки сегодня такие напряженные. Так, оказывается, никуда ехать не надо было. Здесь уже стариной попахивает. Вообще, скутер бы взять, я мог бы только рассуждаем, идем, что местный был бы у нас, местный житель. Рассказал бы. Че, да как поездили бы. Б, б, я все, у меня новая привычка. Здесь уже дикие условия, спартанские. Плита 10 века. Камень 10 века с плитками. Так, дальше у вас, как вам экскурсию-то привезти? Смотрите, это же прикол, да, такой? Был какой-то в мультике, что ли? По поводу кактусов этих, да? Смотрите, сколько кактусов. Такая тема Греции. Мне кажется, он вообще заброшенный, что ли. Не может, думаешь? Проверка воды. Как я говорил, водичка бодрящая уже. Хорошо. Блин, опять туча как нырнул, туча сразу. Че такое? Сейчас солнце должно выйти. И больше, смотрите, ни одной тучки впереди. Вот это все прошло. Вон, видите, чистота будет. Священный момент. Сразу все меняется, преображается. Ой, хорошо. Ребят, хорошо. Так мелко, вообще идешь, идешь. Гузелька там запарилась уже фоткаться. Так что мы загорать. Вот такая обстановочка с моря видна. И ветерочек, знаете, с Турцией, если сравнивать, ветерок такой все равно. Не скажу, что северный, но не совсем из югов Африки. Так что все, ждите следующую серию. Давайте, подписывайтесь, лайки. И будем нырять мы еще. Посмотрим, рыбки есть ли. Ну, что-нибудь интересного будет, сами знаете. Да, Гузелька? И еще, ребят, когда вы слышите, что вам говорят, что вода прозрак, вот тут такая полный прозрак. Ну, в смысле, чистое, прозрачное. Мало ли не так поймут. Спасибо. Спасибо.